Царю небесную, удержителю души истинны, И живет в детстве, и вся исполняет Сокровище владеет, и жизни подателю Приди, селися мы, и очистены от всяких скверных, И спаси, блажа души наша. Господь и Бог наш, благослови эти занятия, Не дай нам уклониться ни направо, ни налево От истинного понимания божественных Твоих слов. Пребудь с нами. Хвала Тебе, честь и поклонение, Отец и Сын, и Святой Дух. Аминь. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Послание к филиппийцам, святого апостола Павла, 4 глава, 10 стих. Я весьма возрадовался в Господе, Что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы прежде заботились, Но вам не благоприятствовали обстоятельства. Толкование. Не мирской радостью возрадовался, говорит, И не житейской, но в Господе. Не тому я возрадовался, что успокоился, Но тому, что вы преуспели. Посему-то и сказал весьма, Ибо радовался об их пользе или преуспеянии. После того, как незаметно укорил их за прошедшее время, Внушая им благотворить непрестанно и всегда, Он опять прикрыл этот укор. Потому что слова уже вновь указывают на продолжительное время. Словом, начали, опять распустились, Опять дали побег или отпуск. Говорит как бы о выросших растениях, Которые засохли и потом снова расцвели. Так и вы, говорит, быв цветущими, завяли. И потом снова распустились. Таким образом, здесь и укор некий, и послова. Ибо немалое дело есть у видающему просвести. Чтобы кто не подумал, что они и в остальных делах уляли, Он прибавил заботиться о мне. То есть, ни в одном только заботливости о необходимом мне. Но следует спросить, Каким образом тот, который сказал, Блажение давать, нежели принимать, Читаем в книге Деяния в 20 главе, И опять в послании к коринфянам, Для меня лучше умереть, Нежели чтобы кто изничтожил похвалу мою, Теперь является принимающим помощь. Там он вполне основательно не принимал, Именно благодаря лжеапостолам, Которые показывали вид, что не принимают. Далее, дабы они, чем хвалятся, Говорит, оказались такими же, как и мы. Читаем во втором послании к коринфянам 11-12. Ибо не просто сказал, Похвала сия не отнимется у меня, Но в странах Ахаии, Второй коринфянам 11-10, Потому что говорит, Другим церквам я не причинял издержки, Второй коринфянам 11-8. Таким образом, Там он не принимал По основательному рассуждению. Здесь же дающие, Возлюбленные и вожделенные, Которых он огорчил бы, Если бы не принял. При том же, И принимать бывает лучше Ради дающих, Потому что Они большую получают пользу, Чем приемлющие. Большую получают пользу, Чем приемлющие. Что же касается изречения, Блажение отдавать, Нежели принимать, То оно вовсе не означает Запрещение принимать. Но есть простое сравнение, Указывающее на то, Что лучше. О том основании, Что золото лучше, Неужели мы Будем отвергать серебро? Кроме того, Апостол говорит это О труде и подаянии от труда. И подлинно нужно так делать. Но ежели не будет времени Для труда, Ну например, При наложении вуз, Или в случае болезни, То что тут делать? Не должно ли принимать? Я думаю, Что так. То есть вы носили в сердце Заботу обо мне И беспокоились обо мне, Ибо это в вашем характере Заботиться обо мне. Нет, не родение вашего, Говорит, зависело это, А от необходимости, То есть вы не имели в руках, Сами не были богаты. От общего обычая Сия заимствована, Ибо мы Обыкновенно говорим Настали тесные обстоятельства, Пришли теперь Дурные времена. Вот такое толкование О Вспоможении святыми. Это филиппистам, Четвертая глава, Десятый стих мы прочли. Ну я вот тоже, Когда читал и В мыслях представлял Наставника нашего Игната Тихонича, Ему очень, Очень бывает порой Трудно что-то дать. Я ни в чем не нуждаюсь. Всегда он как-то старается Не брать, Вложение давать. А вот случилась вот такая Оказия с Налогами-то вот этими. И вроде как согласился Принять эту общину, Десять тысяч. И мы вот Вольно или невольно Стали вот Сообщимся. Все живем. Да, тем более Мы тут все живем, Все пользуемся. Это не для него, Для всех получается. Правильно получается. Да. Даже если бы и не жили, Ну, Святому человеку Помочь не грех. И многие, Которые здесь не живут, Тоже ему помогают. В участии святых Принимайте. Ну вот у них было такое Время, Что они не заботились. И он их как бы укоряет. Расслабились, Может быть, Но они Он вроде как бы Их и оправдывает, Что Не благоприятствовали обстоятельства. У них видно Не так Хороши дела были. Вот. Ну и вот тут Как бы возникает Такое противоречие. Как же апостол Павел говорит Блажение давать, Нежели принимать. А тут Принимает. Там он Не принимал. Почему? Потому что Были лжиапостолы, Которые Уводили его учеников И говорили, Он это делает Ради корости. А мы с вас Ничего не берем. Поэтому К нему не ходите И идите к нам. И он поэтому, Чтобы Учеников своих Не потерять Что ли Свою пасту Он решил Тоже с них Не брать. Хотя он говорил Я и Имею право Пользоваться От вас Как учитель. Но я с вас Ничего брать не буду. Ради вот этих Лжиапостолов. А здесь он берет. А почему берет? А как бы А сейчас бы опять А вот ты Вот это Только ради денег Нам проповедуешь. А нет уже Лжиапостолов В этом случае Не было. Но были у него Нужды. И брал-то он Именно Столько Вот сколько Да это Ради кого-то Ради Да. И брал он Ради тех Которые Кто нуждался. Здесь он Смотрите Вот Его ученики Дают Ему И он Радуется Не потому Что он получал А потому Что они дали. То есть Они научились Жертвовать Жертвенности Первый признак Любви Это Жертвенность Если человек Жертвует Это говорит Что любовь Его сердце Истает Он от себя Оторвает И дает Другому Тем более Когда Спрашивали А кто Возлюбив Ближнего Своего Как самого Себя А кто Твой Ближний Задавали Вопрос Помните И тогда Отвечает А тот Кто оказал Ему Милость И потом Притча О Самарянине И когда Толкователь Нам говорит Кто Такой Самарянин Это Человек Тогда Христос Самарянин Который Привел Человека В гостиницу В гостинице Из церкви Дал Два Динария Ветхий Новый Завет То есть Кого Нужно Любить Тот Кто Привел Тебя В церковь Наставника Учителя Вот Он Твой Первый Ближний Которому Нужно Возлюбить Заповедь Возлюби Ближнего Своего Как Самого Себя И Здесь Вот Это Любовь Ближнему Любовь Капостолу Павлу Конкретно Выражалось Подаяние Деньгами Понятно Вопросы Еще Есть Тут Вроде Все Понятно Одиннадцатый Стих Говорю Это Не Потому Что Нуждаюсь Ибо Я Научился Быть Довольным Тем Что У Меня Есть Толкование Видишь Ли Что Нелегкое Дело Радоваться Вдовольствии Для Этого Нужно Упражнение И Старание Научился Говорит Двенадцатый Стих Умею Жить И В Скудости Умею Жить И В Изобилии Научился Всему И Во Всем Насыщаться И Терпеть Голод Быть И В Обилии И В Недостатке Толкование Толкование Это Великая Добродетель Потому Что Не Нужда А Изобилие Многих Губит Так Как Возбуждает Очень Многие И Нелепые Похотения Как Как Павел Умел Изобиловать Он Тратил Достаток На Других И Не Радовался При Изобилии Но Был Одинаков Как В Изобилии Так И В Нужде Не Надмеваясь Первым И Не Стесняясь Последней Я Приобрел Опытность Во Всем Столь Долгом Течении Времени Во Всяком Деле И Во Всех Случайных Обстоятельствах Израилитяне Не Умели Терпеть Голод Но Они Роптали На Бога И Говорили Может Львов Приготовить Трапезу Читаем В книге Псалтир 77 19 Не Умели И Насыщаться И Боел И И Утучнел Израиль И Стал Упрям И Оставил Он Бога Читаем В книге Старозаконим 32 15 Но Павел И Христиане Поступают Не Так Этим Он Показывает Что Не Прежде Когда Ему Не Давали Он Не Скорбел Не Теперь Когда Ему Дают Он Не Радовался По Человеческому Расчету Но Радовался За Них Так Как Они Сами Через Это Получали Пользу Тебе Понятно Вопросы Как ты считаешь Труднее Богатому Или Бедному Жить На земле Богатому Почему Богатому Труднее Опасно Подождите Что труднее Богатого Богатого Все есть Всегда Забили Он Другим Пуганул И Опять Бедный А Бедному Почему Тяжело Ты говоришь Он Бедному Тяжелее Чем Богатому Потому Что Без Имущество Тяжело Почему Он Боится Потерять Его Да Горбатился Всю Жизнь Моль И Ржа Горы Давай Володя Добавлю Немножко Ко мне Брат Один Приходит Я На Урале Жил А я Себя Домик Взял У меня Там Голая Стена Стоит Кровать Стол Стол Что ли Там Один Ну И Там Уголок Где Молеты Иконы Стояли Он Говорит Володя Тебя По-хорошему Говорит Завидует А у Меня Домашний Кинотеатр Надо Вытяжку Для Жены Надо На кухне Для Жены Начинается Жену По струнке В итоге Ну И вот так А у него Заработок Как раз Хороший У меня Заработок Маленький Я Поэтому Заработка И так И живу А у него Заработок Во много Раз Больше Ну И конечно Начинается Соблазны Что-то Прикупить Можно Лишнее Хотя Может И не Седали Потребную Эта Вещь Там Подороже Машину Взять И так Далее То есть Вот Такие Апостол Павел Это Единицы Которые Умеют Большие Деньги И в то же Время Тратит Все Это На Ближнего В основном Все Деньги Умеет Смирять Свои Желания У мирских Обычно У неверующих Обычно Бедные Богатым Завидуют А у Христиан Как В случае С Володей Там Богатый Христианин Бедному Половидовал Хорошо Тебе Ни кинотеатра Тебе Домашнего Покупать Не надо Ни обои Клеить Ничего Не надо Продолжим 13 Стив Все Могу В укрепляющем Меня Иисусе Толкование Так как Он Чувствовал Что Многое Сказал О себе То Говорит Не Мое Это Совершенство Но Давшего Крепость Христа То есть Вот Кто Виновник Совершенно Другого Мышления Христос Плоские Стараются Собрать Себе Сокровища На земле А христиане На небесах И где Сокровище Будет Ваше Там И сердце Ваше Будет Христос Прямо Говорит Не Собирайте Себе Сокровищ На земле Где Моль Рожа И воры Подкапывают Не Собирайтесь Без Сокровища Собирайте На небесах А как На небесах Соберешь Подавая Милостыне Хорошими Делами Добрыми Хорошими Делами Милостыне 14 Стив Что То Хотите Сказать Погромче Подняйте Руки Руку Поднимайте И говорите Громко Это не по теме Не по теме Пиджака Такого Не видела Где Такой Пиджак Купили Спрашиваю Где Такой Пиджак Купили Модный Я Лего Несколько Лет Маратет Точно Точно У меня как-то Надежда Васильевна Дал Рубашку Почтянься Я говорю 35 лет Уже Абажур На Игна Тихонечка Посмотрела Видать До этого правильно А вот подумай Давайте Возьмем Человека Всем известного Борис Абрамович Березовский Баб Так его сокращенно Миллиарды Несчитанные Ну давайте Вечером Посчитаем Я сегодня Прожил Настолько И он Теперь За неделю За месяц У кого Здоровье Лучше Стало У меня Или За месяц Он Постоянно Нервничает А кто Больше потратил Он Ты знаешь Сколько он Надень Это не хватает 50 тысяч Долларов На один день На один день Я говорю А куда деньги Идут Как куда Идут Яхта Охрана Вино И женщина Это Бездонная Дыра Космическая Все Вот теперь Думаю Деньги Только смотреть На них Как Библия Говорит Смотреть Куда Они Расходятся Больше Ты не съешь Я поел Больше Некуда Все Никто У меня Не просит Два человека Надумали У меня Просить Займы Да Отошли Я еще Не знаю Сам Как тебе Подошел Я говорю Ты у меня Просишь Лужков Подошел Что-то Строить Я говорю Ты молоко Продаешь А у меня За год Ни рубля Нету Прибытка Нету Минимальная Пенсия Я Не схожу Что-то Самое Минимальное Да плюс Мне еще Половина Мрота Минимальной Зарплаты За то Что я Репрессирован Был Льгота И Ниже Меня Никто Не получает Как так Говорят Идти Надо Туда Я Пошел А там Куда-то Еще Послали Я Махнул Рукой Ушел Бог Даст Все Что Требуется 14 Стих Послание К Филиппийцам Четвертая Глава Впрочем Вы Хорошо Поступили Приняв Участие В Моей Скорби Толкованием Он Сказал Умею Быть Довольным Теперь Чтобы Филиппийцы Не Соблазнились Им Будто Он Не с удовольствием Принял Предложенное Ими И даже Считал Это Бесполезным Для себя Потому Что Дающие Обыкновенно Соблазняются Когда Принимающие Говорят Что Они Не Нуждаются Но Он И Устраняет Это Говоря Впрочем Вы Хорошо Поступили То Хотя Я И Не И И Нужды Но Тем Не Менее Принял Ваш Дар Обратив Внимание На Мудрость Как Он Возвышает Это Дело Говоря Приняв Участие В Моей Скорби Он 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 Этим Поставил Их Наравне С С С С С С Я Говорит Действительно Терплю Это А Так Как Вы Позаботились Обо Мне То Бог И Вас Признает Моими С С С С С Таким Образом Предыдущими Словами Апостол Разрушил Их Мечтания А Этим Возбуждает Их Усердие Вот Апостол Павел Принимал Чтобы Не Соблазнились Дающие Ради Дающих Иногда Надо И Принять Даже Если Ты Не И Не 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 Да Игнатих И Ради Дающих Иной Раз Надо Принимать Ради Пользы Дающих Иной Раз Не А Вот Выходит От Меня Виктор Андреевич Туда Пришел А Володя Заходит Я Говорю Я Прогнал Сегодня А Он Вышел Что Он Сказал Мне Говорит Игнати Выпнул Выпнул Из Дома Кто Говорит И Виктор Андреевич От Меня Вышел И Встретился И Говорит Как Я Проводил Выпнул Меня Из Дома А Почему Догадайтесь Полечить Хотел Опять У вас Принес Меду Маленькая Баночка Такая Я Говорит Ты Еще В Уме Меда У Меда 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 Подарили Подарки Не Дарят Иди Отсюда Я говорю, я в прошлом году сразу, Бог дал, это не мое, купил 90 килограмм меду и разослал всем моим дорогим бабушкам. Так, нет? Да. Вот они знают. Все получили. Все, это все прошло. Нынче я уже не мог еще сделать. Нынче у нас вот так вот. Мы два дома купили, не считая весной, еще третий дом приобрели. Кому? Потеряевки. Лагерь-то теперь расформирован, теперь надо в домах. У Володи дома, у Никиты дома. А теперь там ремонт и все. Большие дома. Пристройки. И вовремя приехал Михаил Кальмах, помог там нынче. Сделали туалеты на два очка, на две двери. Отдельно должны быть волонтеры. Нина жил, наверное, в одном доме будет, в одном мальчике, в одном девочке. В гости приехали, нас не могут тронуть они. В гости приехали. Лагеря нет, мы расформировали. А на территории лагеря будут приходить утром молиться, купаться, когда приходить, занятия вести, гимнастику, утренние, вечерние молитвы. Все, раз и нигде нет. У нас не только это. Если так по-хорошему взять, у лагеря уже четыре там дома. И поэтому я нынче в Дребезге разошелся. Вот она сидит. Прозвище мне какое дала? Великий экономист. Люди кончают экономические там факультеты, и такого прозвища не получат. Вот она, на мне все и есть. Главное теплое. Оно теплое? Да, я доволен. Мы решили сейчас так делать. Тарелку мыть один раз только в месяц, чтобы воду не тратить. Снаружи она, допустим, даже запачкана, а внутри чистой бумагой протер, ничего не надо. Вчера месяц кончился, я снаружи обмыл опять и все. Я-то один был, не топил так это. Я до пяти градусов доводил, чтобы ведро угля сэкономить. Понимаешь? Не то, что я стараюсь, оно просто естественно выходит. Нет денег? Нету. У нас был Виталий, Калиников был, сейчас прислал, всем по окнам передает. Где-то работал, деньги заработал. Жене сколько следует, тогда сейчас деньги коплю на полный комплект. Скажите, сколько стоит? Самые лучшие дни моей жизни, говорит, то, что я провел по Теревке. А уж я его там, живого места на нем не оставлял. А сегодня вот эта была Елена-то с ребятишками-то. И выставил в интернет новый ролик вчера. Милый чем вдов и сирот. Ну, про нас там это дело-то. А кто-то отозвался, говорит, он на нас нападал одновременно, а теперь умилился. Я до слез умилился. Она говорит, вот такой, знаете, разносторонний, может, говорит, казнить, а может, миловать. Казнить и миловать. Я этого даже и не знал, что я могу казнить и миловать. Понимаешь, как вот. И жить интересно. Интересно не пропадает. У меня 77 лет. Как будто бы только что вышел на поприще. Надо жить азартно. Это нехорошее слово. Но именно с огнем. Правильно? Я за огонь. Вот нынче летом. Поехал. 1600 рублей. Поехал. У меня было 300 рублей на мобильнике. Поехал когда 1600. Кто положил, не знаю. В Потеряевке был. Два раза позвонил я. Оттуда приезжаю 7500. За книги. Кому посылали. За что. И никакого адреса обратного. Люди бьются за копейку. А я иду вот так вот. Трясаю. Это здесь тоже. А я уронил, чтобы найти его можно было. Уронил и едва нашли. Я ему сразу пришил. Ну, позывной. У кометы хвост. Ну, представь. 7600 на мобильнике. Все. День-два пройдет. У меня опять пусто. Вот как Бог делает. Забота не о деньгах, а о том, куда их деть. Правильно расходовать. А только Бог знает. Почему? Любовь. Я вот один случай расскажу вам. Попутно. Так, подожди-ка. Бывает по телефону бомбят человека. Бомбят. Звонят непрерывно. У меня случилось точно так же однажды. Были в клочках, и, видимо, священник толкнул ребятишком. И они меня матерят. Ну, детские голоса прям слышно. И я их отвадил. А как? Никак. Залез на голубятню, не выложу оттуда. Молюсь и молюсь. И они все заглохли. Бог их запечатал, и нет ни одного. Ну, однажды было такое мне, ну, знакомая наша, знакомая хорошая. И говорит, там, сын мой, говорит, поручился за кого-то. И, видимо, тот отдать не может. А почему звонят не сыну, а им? Ну, там, в другом городе где-то. И что делать? Да, говорит, забомбили. Может, прокуратура обратиться? Я говорю, нет. Прокуратура не поможет. Давай молиться. Молиться. Прошла неделя, почти я спрашиваю. Ну, звонят? Нет, один больше нет. Все. Бог заглушил, вообще нету. Если кто не верит этому, я могу сейчас сказать, только скажу, и вдруг голос этой сестры зазвучит здесь. И все. Прямо здесь. Ну, я не хочу, просто я хвалюсь Господом, что знаю его. Моего там ничего нету. Я сразу все бросил и на молитву. Знаю, сестра дома молится. А почему? Достается мужу ее. А ему это не надо. Он переживатель, очень честный, хороший человек. Его нельзя подозревать. Он все отдает свое. А его подозревают, что он чуть ли не с тем поделил, кто обманул-то. За кого поручились-то? А написано, не ручайся. Чтобы из меня постель не взяли. Вот так. Я вообще ничего не знаю. Я только узнал, что у Антония Великого труд и молитва. Молитва и труд. К нам заходит за неделю столько. Мы увидели на практике христианство. Я думаю, где они увидели? А Володя еще раз стал, говорит, на самом деле. Вот выступают Осипов Алексей Ильич, Смирнов, отец Димитров. Ну, по порядку, которые священники-то, очень известные. Их ни разу не видели на огороде. Мы на огороде. Они сажают все, поливают на огороде только. Убирают, городят. Их нигде не видели. Это столбы надо достать, выкопать. Второе. Они нигде не занимаются детьми. А мы конкретно показываем, как лагерь там ремонтируют, как пруды ремонтируют, деревья там сажают, как вода бежит, там хлещет вода, там люди. Они ничего не могут показать. Я говорю о хороших, не о тех, кто нападает. Именно о хороших. Мы показываем, как мы встаем, утром молимся. Они ни разу не показали. Мы показываем еще, что состоит завтрак, обед, ужин, и как на ночь молимся. Они не могут показать. Или боятся, или я не знаю. Тут был один настоятель, Войтович, отец Николай. Он был один на Ессалтайский край. И у него была Мария Демидовна, за детьми ухаживала. Она 7 лет, кажется, жила у них. И говорит, я ни разу не видел, что за стол молился. Вот и все. Ни разу не видела. Он у меня не работал. Я у него работал, крышу крыл. И он сразу отношение ко мне изменил. С чем? Трудом. Вот этими вот граблями везде. Авторитет зарабатываем. Сидим за столом. Тут работники, церковные все. И с бородами есть. И говорят, вот отец Николай. Ну вот на Игнатия что говорят? Ну что, он говорит, Даркерей в прошлый раз сказал. Когда спрашиваю. Он говорит, он такой же, как мы, только не пьет. Он им всем наливает пуповому стакану, а я в это время на крышу, как обезьяна, и самую трудную работу там делаю. Человек очень легко расположить в себе. Если ты свой потенциал не на себя будешь тратить. Мы почему такие родные и близкие? Ага, посмотри на нее. Она сияет, как солнышко. Да, конечно. Полезно, приходи почаще. Почему? Бог. Полезно, приходи почаще. Мне такие письма трогательные, просто трогательные. Почему? Люди ищут связи с Богом. Я постоянно, что не случится у меня, я никогда не надеюсь, что сам. Я сразу к ребятишкам обращаюсь. Когда у нас было нападки-то, я просил детей, помолитесь. К деревенским идут, к Серапиме Гавриловне. Всех поднимай на ноги. В лагере были. Пишут. Там у нас сейчас круглосуточно молятся в монастыре. По тысячу поклонов люди взяли на себя. Пятидесятники молятся в Англии круглосуточно, говорят. У нас суд закончился, нечем. Уж думали, там задавят нас. Ничего, нет. Отказать в требовании Роспотребнадзора ввиду отсутствия состава преступлений. Они требовали лагерь закрыть 27 июля, а я его растворировал 18. Дене дней уже прошло, они не знали. А они просили, чтобы меня закрыли на 90 дней. А лагерь вообще существует за лето 52 дня. А какие 90 дней? Там вот так вот все. Я сейчас залез в интернете, столько про нас. Вот закрыли лагерь, никого нигде нету. Но наш лагерь, видите, как дети убегают, как они бегут. Гроза впереди сверкает ночь, 22 часа. И в это время полиция в потемках. Дети бегут, полуодетые. Это вообще картина. Боевик настоящий. И они ничего не могли сделать. Полиция дежурила сутками около лагеря, никого там уже нету. Отец таким пошел, говорит, что вы тут сидите, никого нету. Указания дали. Одна уезжает на вахту, становятся другие. Чего? Адреса нужны детей. И тогда по адресам родителей, и долбят детей, и им, если на Игнатии не дадите показания, чтобы уголовно возникли. И ни один ни показания не дал. И опять Бог взял, вот так вот все отвел. И они бились, бились и отошли. Бог. Вот научиться надо извлекать. А то он прочитал, это мое. Помни Господа Иисуса Христа. Смотри, помни. Все время помни. Как дорого нам он спасение купил. Пойдем перед ним. Давай, пятнадцатый стих. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. Столкование. Так как могло показаться, что он упрекнул их выше, сказал, уже вновь начали заботиться, то теперь мудро оправдывается, говоря, что то самое, чем я, казалось бы, укорил вас, я не потому сделал, будто бы желал получить от вас что-нибудь, но потому что вполне был уверен относительно вас, что вы и сами тому были причиной, ибо вы первые из всех начали заботиться о моих нуждах. В силу этой-то уверенности в вас я как бы упрекнул вас, как оставивших прежде обычное для вас дело. И вот великая похвала ваша в том, что вы не только в начале благовествования помогали мне, не только когда я находился у вас, но и когда вышел из Македонии, то есть из ваших пределов. Не сказал, что ни одна церковь не дала мне, но ни одна церковь не оказала мне участия даянием и принятием, потому что суть дела заключается в общении. Ты даешь плотское, а получаешь духовное, как сказано в другом месте. Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, что если пожнем у вас телесное? Читаем в первом послании Калифна 9 глава 11 стих. Итак, другие церкви не оказали участия в смысле даяния плотского и принятия духовного. Интересно даже, как это церкви не оказали принятия духовного. Не нуждались вы после Павла, что из-за церкви тогда такие были. Секти какие-то. Ладно бы не оказали там плотского, а то, чтобы духовного даже мы не принимали. Вопросом? Нет, вопросом задал. Так и подумайте, как это могло быть. Не нуждались в после Павла. Эти сразу начали помогать. Потом, вернее, помощь-то в общении. Видно, они ему деньги, он в литературу может какой-нибудь. Ну, типа, как вот. Пришел, сел, давай, продавай. Пересылал. Ну, как вот на сегодняшний день. Пошел в переплётную мастерскую, переплёл там книги. Ну, а как он тут прям толкователь так толкует? Я пытаюсь. А в оригинале-то там что написано? Сущее. Вот это называется Сущее. А это толкование. Еще раз Сущее, прочитай. Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних. А вот толкователь, подаяние телесное, принятие духовное. Я спрашиваю, что же они... Церковь не принимала духовное. А Павел, как духовное могу говорить? Либо в письмах, либо в посланиях, либо... Скайпа не было, наверное, письма ему возвращали, может, обратно. Ничего, и как, как. Вот так вот, и толкователь так же. И если мы посеяли в вас духовное, то есть уже апостол говорит, Каримфинам он пишет, велико ли то, если пожнём у вас телесное, действительно не велико духовное. А у меня всегда вот это вот, сейчас такое слово. Игнат Иханович всегда на собрании говорит, кто хочет поехать на благоествование, но руки кто-то поднимает. То есть мы принимаем участие в каком? В духовном. Он же просит о духовном, он не просит, кто даст мне деньги за мои книги, а он же говорит, кто поедет на благоествование. То есть он нас вложил в духовное, а мы должны это посеять перед другими людьми, которые как бы могут нас ещё слушать. Ну, не как, конечно, Игнат Иханович. И я думаю, что вот то, они не оказали помощь, ему в духовном благоствовании перед людьми. То есть они бы могли ему помогать, а они не оказали помощь. Батюшка едет к благощинному Иребрихинскому округу в Павловске, отец Александр. И говорит, батюшка, приезжай к нам, когда у меня дома нет, там отслужишь, он московский патриархат. Он нет, он говорит, ну давай я к вам приду. Ой, нет, нет, только не надо. То есть они принять не могут. Не хотят. То есть меня архиерея, благословил, митрополит, мы имеем общение. И батюшка сейчас перед тем, как поехать, паломничек там, по Дивееву везде, он любитель этого, он пошел к архиерею. Ну, архиерея, говорит, все занят, звонят, говорит, поговорить не дают. У него архиерея, стечение народа, как Павел говорит, непрерывно это. И вопросы там все какие-то... Ну, и он пришел и говорит, я батюшка, говорит, договорился с одним священником, отец Сергий Беляев, он бывший секретарь местной епархии Барнаульской, что если что-то случится, кто-то заболеет, там, кого-то машина сбила, надо человеку причаститься. Я, говорит, с ним договорился. Видимо, такой порядок был. Ну, пошел к архиерею закрепить, архиерея, видимо, знает, да нет, я благословил все. То есть если батюшке что-то там случится, он не может. Мы можем сейчас архиерею позвонить, и приедет отец Сергий Беляев, и у нас заслужит службу. Служба буква в букву. Для нас нет ничего, что помянут, но мы им не подчиняемся. А теперь, как они пишут об этом-то, мы сохранили эту уникальность свою. Мы никуда не двигались. Ну, там, которые начали бесноваться, там, из пенсионерских отделов, вот-вот, все, покинул Бог, нет в вас благодати. Благодать как будто это пачка из папирус какая-то. Ужас один. А теперь, ну, теперь профессор пишет там, какие звания-то, богословы, митрополиток. Они на него на митрополита кинулись, а потом, видимо, отстали. Он улыбался, а ничего не могли сделать с ним. А они отказали к принятиям. Принятиям. То есть батюшки не приняли. Он поехал там в клачке, давайте я приеду. Когда заболела Тамара, они ни под каким видом ее причащать не хотели. Вот сейчас стоит на улице. Не, на желтый-желтый. Она уже стоит больше года. Журнал послать ей. Вот это вот, журнал послать ей надо. Журнал послать ей надо. Ну, вот приедем в том, кто к тебе. Так, я дальше не кончил. Журнала Нина едет летом по Теряевку. Кто-то ей ответил, я не знаю, Сергей Козлоп или что ответил, что там о краткости жизни. Ее это тронуло, что исполнилась последняя ступень. Ну, за 60 лет дальше уже все говорит. И она говорит, я решила, Виктору Матвеевичу своему наказу дам, говорит, и в Теряевку. Нам нужно, чтобы в каждом доме был повар. С девочками была. Девочка спала. И была, и кормила там. Продукты это, моя обязанность, я сделаю, но никакого отношения в лагере нету. Просто гости приехали. Я же буду тоже варить. А? Я тоже буду варить. Ты можешь ребенком говорить, вот что я боюсь. У тебя все разбросано, и провода под ногами. Но веди там порядок. Я не доверяю тебе. Вот в чем дело-то. Ничего не могу сделать. Все брошено, где что, и ребенок заткнулся и обварился. Неделю эту, когда они у меня жили, все больше недели, 10 дней. И я варила, никого не обварила. Я сразу же после твоего замечания... тебе... Ты уже сгниешь, по работе, тебя проклинать будут. Куда я печку-то дену? Ну ладно. Гликерин бери всю. Я не взяла ее. Надо абсолютно технику безопасности соблюдать. 45 лет ни один ребенок не обожжен. Решетку он Миша сказали, сделать не сделай. 45 лет ребенок ни один не обожжен. Слышали? Мне в ответ не надо слова. У меня отец, я от отца научился. У нас 10 детей было, у отца с матерью. Отец зайдет, у матери щегуны стоят вот так, у корови там надо, свиньи там, теленку. Холера возьми. Ну что растаяло там, а сосед спирих ожил. Да самое спирихи протяни, и все за... У тебя без них все заставлено. Хоть на столе, хоть где. Ты сразу-то не в обиду иди. Убрать, чтобы поверхность была щит. А когда бери, вот сейчас здесь зайдешь, вот как у Павла. Коресо вот такое вот, но с той и с другой стороны, вот так вот, только для ноги пройти. Да разве можно? Все убрано. Ну там же у меня был урожай еще. Да я бомблю, там хожу кое-как. Приду, не пройти ничего. Что сдаешься? Ты же не знаешь. Еще. У Павла сейчас не разбил. Ну ты помолчи. Если у тебя хорошо, тебе не обижаться, не вспыхивать не надо. Я не обижаюсь, но дело в том, что раз урожай, тыка положили здесь, здесь все мешки, все уже убрала. Даже сейчас здесь находятся дети. Вообрази, дети. Я сделал тебе замечание, ты точно так себя будешь вести здесь, дети. То есть бестормозная бабка. Какое это то, кто не делает? Они же тебя видят. Да сто раз я не прав даже. И ты бы сказал это замечание, он делал не один раз. Про себя. Надо посмотреть, чтобы снова не попасть. Нет, ду-ду-ду-ду-ду. Ну а ты-ду-ду-ду, дети-то слышат. Учительница. Я спорить не буду, я встал и ушел. Ушел, но детей я оттуда выведу. И у нас ни один ребенок не обожжен был. Ни один. А они растут один за одним, десять. Они в один живот они разжались. Нигде нет. А у соседей то глаз выткнули, то обожженные. Наш отец был очень внимательный, строгий был. Благодаря ему мы все живые, ни один не поврежденные. Вот почему. Ты можешь где-то приходить, у кого-то делать, может быть, или готовить в другом месте. У тебя приходить там шитьем заниматься или что. Пришел один раз, занимаются. Встали, я на иголку наступил. Ну ладно ли это? Что на это говорить? Володя, я тебе за иголку дерусь. Воню же оставил, пошел. Я страж над этим делом. Мы должны создать ребенку сто процентов защищенность. Я это подчеркиваю. У меня нельзя в лагере было не обзываться, не драться, ничего нет. Кто бы ты ни был, я обязательно тебя накажу. Правильно я говорю? Нет, Тараси? Правильно. Ты знаешь, как ты мне попадался. Я тебя люблю и поэтому обязан поставить на место, чтобы ты дальше научился хранить себя. Девчонки это знают. я трясусь над ними и днем, и ночью, чтобы ни одного стеклышка нигде не было. Купаются где-то ни проволочки, мы идем все собираем и закапываем. Это перед Богом все. А они, которые против, я говорю, ну вы приезжайте, посмотрите. То есть они и не принимают, и не участвуют, и не... Они не приезжают, ни под каким видом. Мы их зовем. Вот этот епископ Славгородский сейчас зовем его, все время зовем, под разными предлогами, то есть они не хотят, а они не входят в дипломатические отношения. Какие дипломатические? Над ним есть митрополит, он благословил, нет, ни под каким видом. Но сейчас нападать не стал. Меня трогать не надо, я могу, говорится, и укусить. Вначале где-то, а я сразу и показал, что этого делать нельзя, потому что нападаешь ты на святое и чистое. Да, Тихоныч, а у вас девятый журнал есть на руках? Номер девятый? Нету. Нету? Его надо там поискать, зайти где-то, видимо, они его продают. Надо, знаете, нини бы вот этот журнал. Он большой это журнал, это не то, что выпускает Алтайская комиссия. Я вчера запустила загружать, она у меня загружала минут 20, пока весь журнал не загрузила. Там фотографий много, ну, хороший журнал видно для семинаристов. Это и на нашей семинарии выпускает этот журнал, да? Именно что? Именно Барнаульское семинарии? Конечно. Как называется? Покров. Покров. Покровский собор, запомни. Покров. Для семинаристов. И мне семинарист местный и партия скинул вчера. Ну, я посмотрел, кое-что скопировал. Там есть неточности, что... А вы с ними общаетесь? Это... Нет, я лишне не встречаюсь. Я не надоедаю нигде. И по интернету с ними... Чтобы попросить, чтобы журнал это взять. Она бы принесла этому священнику и почитала бы он там. Ну, ну, что он все равно. Священнику сказать надо, где? Девятый номер, 34-я страница по кругу. Пишет там профессор. Вот. Но у него там неточности есть. Он говорит, что на Фанаилу у нас служил. Он никогда не служил. Я вчера уже дала ответ. Он не мог служить, потому что у него не было 30 лет. И никто у него не благословлялся. Помните, на Фанаилу был-то? У нас строго канон. А то у них это... У них это почти 100% нарушается. У нас нет? Нет? И все. И служил, потеряя в Желтухе на одно время. Служил ли он, я не могу сказать. Я его ни разу не видел. И у нас был же. А? И у нас же приезжал, служил Желтухе. Я не знаю. Да. Было, было. Было, и что он уже? Я не знаю. Я поэтому просто умолчал. Но служил он, если служил, то очень и очень редко. Может быть, раз или два. Ну, два. Вот и все. Ну, там еще не уточнение, то, что в 96-м был открыт лагерь. То есть, неправильно написали. Вот сегодня читали. Кто знает. Это точно. 16-й стих. Вы в Фессалонику и раз, и два присылали мне на нужду. Толковали. Вся важная похвала их и в том, что, находясь в митрополии, он питался за счет малого города. Ибо под нуждой он разумеет необходимые издержки, а не утехи и роскошь. Я говорю, нищие много берут и посчитали. В день до 3 тысяч набирают каждый. В день. Я знал только одну, эту Валю. Она из 50-ников. Она сидела как вот вот так вот где-то. И кто-то подойдет, никогда не просит, но сядет, есть нечего. Ей дали, ну, тогда было 20 копеек. Если попало, все, она сразу встает и уходит. А бывает больше дадут. Она деньги эти сразу отстегивает и скорее бежит в храм, чтобы положить в храм. Она Бога боялась. Хлеба я, мне хлеба дали, больше ей нельзя было дать никак. Она болела и сын нигде не работал. Индейца прессовал и сидел. Вот интересно у нее было у Вали. Приходит, она говорит, у меня чудо какое. В соломке соль завели черви. Соль наоборот от червей. И правда, прям среди соли нормально живут черви. Появились черви. Я больше нигде этого не видал. Вот такое дело. Я мог духовно это объяснить. Соль, потерявшая силу, она не соль. А она, в ней еще, видимо, на 50-ников была, эти говорения, языки. И Бог показал на мне. Нормально, совершенно. Сегодня живут, завтра, послезавтра. Внутри соли. Одна соль, чистая соль из магазина. Вот и все. Сегодня доказано, что есть специальные микробы, которые расплаждаются только в холодильнике. когда долго держат. Я живу. Видите, что надо надеяться не на это. Виктор Андреевич пошел сейчас. Мась-то еще есть, не мась, а капли. В глаз капать, одну каплю. Я говорю, я не пользуюсь больше месяца. Да что надо? Я говорю, я тебя вижу, это ты стоишь. И опять глаза на место. Вот и все. Если когда затуманится, затягивает, это инфекция висеная, пленку эту убрать. У меня сейчас нормально вижу. Еще я буду портить глаз. 17 стих. Говорю это не потому, чтобы я искал даяние, но ищу плода. умножающегося в пользу вашу. Толкование. Так как он высказал нечто унизительное, сказав на нужду, то, дабы они по этому поводу не возгордились, он продолжает. Говорю сие не потому, чтобы искал от вас подаяние, но ради вашей пользы, чтобы вы имели плод, который должен служить в вашу пользу. Видишь ли, они сами получили пользу от даяния. Понимаешь, как вот приезжаем мы в Азербайджан, самое трудное было, наверное, в Азербайджане. Раз, машину нашу отсекли. Мы только вышли оттуда. Машину, кто шофер? Витя пошел садиться. Витя, он может ответить не так. Я на него, за него не ручаюсь. Угнали машину, а мы остались здесь. С кем вы были-то? С тобой, наверное, нет? Кто с нами был-то? Мы двое остались. Мы вышли, а здесь со всех сторон нас облепили обменять эти монаты. Монаты-то, денежные единицы у них на рубли. А его нигде нет, его загнали в отдельный ангар, и там обыск. А то у нас машина-то нагружена, эта литература-то христианская, а там мусульманская все. Ой, не знаю. Да еще там, в машине такое еще припрятано. Ну, деньги. На дорогу-то. У нас на дорогу только 440 тысяч ушло. 440 тысяч на горющее, ну, кругосветное. Ой, ничего нельзя сделать. И туда посмотрим. Мы сюда нету, его взяли, живой-неживой, с нами никто не разговаривал. Говорит, куда не сунемся, идите отсюда. Все, тогда бросай, все, давай молиться. Вышли на улицу, вокруг нас кипит буквально все. Мы в сторонку и стали молиться. Я глаза открываю, вижу, наша машина выезжает. Выезжает с той стороны еще далеко. Давай глаза зажмурил, опять поблазнило. Открыл глаза, он уже ворот стоит. Выпустили. Что-то там послужило, сейчас не знаю, даже доказать, то ли кто-то отклек их, а они не докопались до дела. И в Турции так же было. Турки, ясно, что мусульмане. Мы 12 часов непременно молились. Русская мафия нас окружила, и все, только деньги. Вот сейчас только 300 долларов. Пришли, когда, то, ни слова не говоря, кто пошел с ними разговаривать. Они уже требуют не 300, а 500 долларов, чтобы начальство. Машина-то запечатанная. Она под пломбой, которую поставили в Грузии. А мы сказали, пломбу не трогать. То есть, сами напросились. Нам бы сказали, рвите пломбу, смотрите. Вот тут мы молились. И в это время, видимо, они запускают женщину с той стороны. Она идет, вы что, с Россией, с Россией, что? Тут уж ничего не сделаешь, надо заплатить будет. Видимо, из них компания-то. Но я тогда никуда, только молиться. И утром у них смена у этих, которые вокруг нас. И один проходит мимо, и говорит, этих нам не взять. Этих нам не взять. Мы из молитвы не уходим. А прямо молимся, а тут все застеклено. И прямо напротив участок полиции. Полиция выходит, и все время на нас смотрит. Выходят один, два, три, десять человек. А мы стоим, поднимаем руки, молимся, никому ничего не говорим. А в законе не написано, нельзя молиться. И нас видят, а тут идут люди, тысячи людей. Мы 12 часов, как на верхотуре стояли. И сразу тогда к начальнику все проверили, подали. А эти турчанки, молоденькие девчонки, они давают нас обихаживать, кофе поднесли и прочее. Хороший народ, понравился. Но запечатали нас крепко. 12 часов из молитвы не выходили. Турция. Мне сильно турки понравились. Какие они работяги, какие дела. Вот земля вот так вот идет, горбами. И вот выщищена, как столешница. И вода никуда не девается, рис сажают. Рис. Рис сажать, где поля большие. А у них небольшими террасами, ну там метров 50, может ширина, или 60. Ну и подлиннее туда. Вода стоит. Дальше опять камнями выложен, опять земля, и опять как зеркало. Вода стоит. А посмотрели, когда работает восстановление берега, одновременно. Современнейшая техника. Экскаваторов 50. Столько же там этих бульдозеров, они берег там укрепляют. Их же везде, олимпийские сооружения везде вызывают. Не туркменов. А эти только плитки могут выложить. Это умные люди. И нас рассорили с ними. Это плохо. А вот эта у нас потеряевка-то была Анна Афанасьевна из телевидения 24. Батюшка смотрел по телевидению, она уже с эрдогеном рядом с ним там. Она похожа на турчанку. Одетая, все как надо. Ее откомандировала телевидение советское. И она уже прям рядом с эрдогеном берет интервью. Ну давай дальше. 18 стих. Я получил все и избыточествую. Я доволен, получив от Епафродита посланное вами как благовонное курение жертву приятную благоугодную Богу. Толкование. Так как он сказал не ищу, то дабы не охладить их ревность, не сделать их более беспечными, ибо чем любомудрее благотворители, тем больше они ищут благодарности от приемлющих благодеяний. Говорит, я получил все и избыточествую. То есть, вашим даянием вы не только восполнили то, что опущено было прежде, но еще сделали больше. Сказав же, получив как бы о должном со стороны их, дабы они не возгордились, он опять в утешении их показывает, что они сделали даже из верх должного, послав ему излишнее. О, куда он вознес их дар? Не я, говорит, принял, но Бог через меня. Поэтому, хотя я и не имею нужды, вы об этом не беспокойтесь, потому что и Бог ни в чем не нуждался, однако принял, как и в Писании говорит, обонял Господь приятное благоухание. Бритие 8, 21. Дабы мы, слыша, что Бог в этом не имеет нужды, не сделали с беспечными в благовествовании. Дальше будем поговорить. Мы поговорим о милостыне, об этом как раз сегодня занятие, даже не готовился к этому. Это надо вот в этом жить, видеть нуждающийся, и чтобы ни одной крошки к тебе не пристало. Я не нуждаюсь в этом. ничего нету, мы говорим зато рыба разрешается там, благовещение, у нас ничего нету. Вац, или верная это Лазарева суббота икра. Сережина мама Валентина Орефьевна обязательно пришнет эту баночку отравы с икрой. Мы маленько отъедем, чтобы устав не был нарушен. Сегодня Татьяна пирожки опять. Где она? Вышла? Это рыба нажарила каждое воскресенье нам жарят. Тут даже я не вижу Третьякова не было. Он дорогой мне выговорил вы мясо не едите, а рыбу вам вон какую подкладывают здесь. Я говорю, Игорь, я хоть раз спросил не сестры чувства любви показывают. Я больше норму не съел кусочек там все они чувства любви показывают. Да я так сказал, видимо вожделение есть. Это у меня дядя Степан Дмитриевич, а мой отец Тихон Дмитриевич его брат. И он первую граждан в мировую войну воевал и лежал в госпитале. Его вот это вот место отсекло вот это утолщение у ноги на ноге ниже. Он лежал, а сестра пришла говорит, сейчас пост будет. Кто будет поститься? Я сказал, я буду поститься. Ну, эти солдаты и другие раненые говорят, надо заморить тебя голодом. Но когда стали мне приносить какую пищу, а они все заглядывали, к тебе лучше нашего кормят. А нам мясо дают губу помазать. А мне лежу. Я лежал здесь в кроваводнице точно так же. И они какой-то сок для меня сделали, еще что-то. Вот я летел из Финляндии, когда в Америку, и сестры подошли и спрашивают, что вам надо? Я говорю, Еленя поднесли сначала всем одинаково, сосиски, там, я говорю, сейчас пост, и у нас отеля за что надо? Я говорю, ну, что-нибудь растительное. Вот я посмотрел, ко всем подошли два раза, ко мне четыре раза. они орехи поднесли, землянику, еще только они, там, я не знаю даже, я их первый раз вижу, в 92-м году, а то считай, 15 лет назад почти, я помню все, да не 15, 25. Финэйр компания, и при том, видно, что они делают искренне, улыбаются, и никто не заставит, а у нас бы еще сказали, еще дали жри, не выдумываться, и все, ты еще сморшется, у меня шапочка сморшется. 19 стих. Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему славе Христом Иисусом. Толкование. Так как выше он сказал, вам не благоприятствовали обстоятельства, то есть вы сами находили затруднительном положении, то теперь желает им быть в довольстве. Если бы они были так мудры, как Павел, он не стал бы просить для них телесного. Но так как они были людьми, занятыми житейскими делами, имеющими некоторую привязанность к настоящим вещам, то он, исходя к их немощи, просит для них у Бога не избытка и роскоши, а достатка в необходимом. Да восполнит, говорит, всякую нужду вашу, дабы не быть нам в убожестве. Затем, чтобы они не подумали, что он слишком ограничивает их, прибавил по богатству своему, своему с большой буквы, то есть он, Бог, может дать вам потребное в избытке и изобилии. Посему вы пользуетесь богатством во славу его. Выражение Христом и Иисусом можно понимать и так, что это совершит Отец во Христе Иисусе, то есть при посредстве Христа, а можно и так, славе, которая относится ко Христу Иисусу, поэтому прибавляет следующее, следующее двадцатый стих, Богу же и Отцу нашему слава во веки веков. Аминь. Толкование. Поскольку он сказал во славу Сына, то прибавил, что слава Христа есть вместе и слава Отца. Вот видите, он их выделял. Вы помните, к нам приезжали из библейского общества, сибирский отдел, Булатов Алексеев Владимирович, директор. И мы участвовали в сборе денег, они перевод ввели на городский язык, вот горно-алтайский библию, что у них они проходят сейчас обучение в Санкт-Петербурге, там надо компьютеры покупать. Они приезжали к нам раза три. Мы помогали. Ну, с кого помогать-то? Бабушки в основном-то. И помогали мы всегда шестизначными цифрами. И он говорит, он-то по всей Сибири прошел, он говорит, вы у меня вышли на первое место сразу. А больше мы не помогали. Во-первых, у нас начались вот эти миссионерские поездки по Европе от океана до океана. И второе, они не выполнили слова. Мы договорились с ним, что в следующий раз они привезут сюда переводчиков с ними побеседовать. Они не привезли их. Договор нарушен. Они сейчас все время присылают и присылают счет там или как ездят. Я не отвечаю. Плохих отношений нету, но слово было сказано уже. Слово вышло из уст царя. Все, накрыли лицо Аману. И все на этом. Наши люди очень жертвенные. Помогают всегда. меня особенно тронуло, когда в Швеции сломалась машина и оттуда поступил сигнал бросайте машину. Сейчас в первом банке открываете счет и мы высылаем вам на иномарку покупаете и идите дальше. За нами как следили. Вот какие люди есть. И второе тронуло. Ролик поставили, ролик. В Великобритании баптисты стоят и молятся. Рядом дети стоят и молятся и крестятся. Господи благослови Игнатия в поездке с его друзьями. Баптисты крестятся. Я никогда не видел этого. То есть это дело Божие и Бог располагает всех. А не так, что враги, они плохие, как он двор кинущий, тоталитарная секта, они там переливая крови. Непереливание крови. От переливания крови это сколько умерло? А от непереливания два человека за 50 лет. А от переливания крови сколько их заразили? В Елесте 470 ребятишек сразу заразили. В одной больнице. Потому что вирус этот проявляет себя только через 4 месяца. И поэтому сегодня тебе берут и там хранят в банке. банка это не коробка какая-то веется банк. Есть такое. Сегодня это все делается. Он пошел на войну еврей. Мальчишка то. А мать заставила сперму сдать. И в банке холодильники хранили. А его убили. И она теперь с этой банкой с искусственным холодильником летит в Советский Союз на самолете. И сын растет ее сын. Внук. экстракорпоральное оплодотворение. Церковь не одобряет это. я просто говорю такое бывает где. Сегодня куда техника это шагнуло. А ты живи по-христиански. Тебя будут обзывать отсталым и прочее. А какая тебе разница? Отстал и да я отстал. Отстал от этой безумной толпы. Вы свободны. Павел свободны от праведности. Ты подумай какое слово туда вставит. Их не надо опровергать. Да мы согласны. Вы свободны. Чего только не придумали в мире то и ничего не прошло. А христианство стоит. Не приедет рот всей. Христос сказал. Давай. 21 стих. Приветствуйте всякого святого во Христе Иисусе. Приветствуют вас находящиеся со мною братья. Толкование. Знак немалого благорасположения приветствует их посредством посланий. Ибо с ним были многие были может быть даже из самого Рима которые впрочем не принимали участия в делах апостольских. Таковым был только Тимофей которого он называл выше единодушным собой. Тем не менее он не отказывается называть их братьями. 22 стих Приветствуют вас святые Анаипачи из Кесарева дома. Толкование. Он одобрил и одушевил их показав что благочестие достигло даже до царского дома внушая что если находящиеся при царском дворе пренебрегали всем ради Христа то тем более следует делать это вам людям простым. Вместе же с тем дает знать о добродетели филиппийцев он говорил пред кесаревым домом ибо иначе он не мог возбудить в последних расположениях выразившегося приветствии. приветствует кто? Приветствуют вас все святые вот давайте мы сейчас будем писать письмо ну кому-нибудь там к священнику епископу и скажем приветствуют вас все святые из нашей крестовозыжеской общины вы понимаете еще в эфире будет а сказать написать грешные вот это да это наше православное а святые нет Павел не боялся сказать приветствует святые так они не грешили нет кто не согрешает тот лжет что не согрешает согрешает человек он говорит в ангелах замечаете недостатки бог в ангелах и на солнце пятна есть но они освобожденные омытые от вожделения ко греху отяготения они святые у православных это не принято да кто ты такой чтобы святым называться боязну а мы святые потому что во святом крещении правильно мы омытые освобожденные от грехов ну вот она и пачи из кесарева дом то есть среди уверовали уверовали вокруг нерона и павел павел павла казнил нерона наложница его обратилась биография говорит только православный умеет сидя и стоя спать вот удивительные люди и мало того еще могут сказать последние слова которые ты спросишь еще он сразу скажет полпредложения а дальше ясное дело что он там уже в своей сфере летал у него левитация ума на чем сидит давай 23 стих благодать господа нашего иисуса христа со всеми вами аминь толкование по своему обычаю он молитвой заключает послание и научает вместе с тем относить к благодати христовой добродетели какие они имеют а не возноситься ими ибо тогда только и пребудет с ними благодать навсегда если они не будут превозноситься да изобилует же по благодати христовой и между нами как всякая другая добродетель так преимущественно добродетель с помощью слования другим да и мы приемля пользу от с помощью слования всем нуждающимся особенно же страждущим ради Бога насладимся богатством благости его ему слава и держава ныне и пресно и вовеки аминь в этом номере девятом написано про Сашу Загуляева поминались так и называется диакон к старосильникам ушел написано и еще что написано что Напанаил уехал навсегда в Казахстан снял сам монашество и женился много написано про Георгия Титова вот откуда здесь научный городок какая причина так довольно непредвзято написано хорошим языком почему именно что они приняли они новый устав там сняли сам на него и о Пашковском говорит то есть то что я знаю мне знакомо я посмотрел имена все называются видно что кто-то ему помогал знает сколько человек там приходит 10-12 я никогда не знал ни разу не спрашивал Сашу 10-12 человек можешь спросить так или не так понимаете мы думаем что ну кто мы такие а за нами далеко наблюдают как Иуда Бен Гур этот Месала говорит Кестер пристально наблюдают за этой страной так сказать мы должны показать себя раз за нами смотрят то есть наши дела будут известны мы повышение пойдем стремительно за нами Кесарь пристально наблюдают увидели уникальное сообщение в чем заключается у них то они могут сделать нет они этого не могут сделать чтобы люди не шатались по храму не было торговли они ничего этого сделать не могут вот митрополит Сергий сказал заведовать потому что сами ничего этого сделать не могут и кому сказал нашим архиере митрополит Илларионов и вот это отзыв его по лагерю что обо мне который везде печатают то есть вовремя и распространено в разных роликах и нападки кончились он отбил Сергий нападок сейчас вообще нету ну так какой-нибудь там зайдет там из-за чего просто матершиней какой-нибудь а это секта там заморили все в город а чтобы вот так обвинение ни одного нету сейчас в данный момент я это отношу к милости Божией явленной через мидрополит и Сергия вы говорите за нами следят вы говорите что за нами наблюдают но это на самом деле происходит я просто хочу сказать что там в соцсети пишут многие люди на самом деле мне например пишут смотрят наши ролики общину все но стали писать дети дети возраста 13 лет я не могу у меня аж сердце я когда читаю вот эти слова один пишет мальчик у вас всегда такие интересные косыночки пролистал вот эти фотографии эти косыночки но ничего ему в глаз не упало как только вот эти вот косыночки а другой мальчик пишет совсем верующий я вот всех вас прошу помолиться его зовут Миша ему 13 лет у них в семье пятеро детей я очень давно знала его маму и папу мы когда жили в Затоне еще и они уехали потом в Подмосковье живут и он был еще совсем малыш а сейчас подрос и написал мне и написал такие добрые слова там все какие вы хорошие все такое и написал я о вас помолюсь а я хожу в церковь после школы захожу в церковь там в среду четверг что ли он написал захожу в церковь ставлю свечку молюсь Матронушке и Марии видимо Богородицы то есть ребенок он молится и вы за него помолитесь Михаил зовут 13 лет он маме очень помогает он старший старше всех такие дети как правило вынуждены помогать своим родителям но в таком добром он расположении когда пишут дети вот это вот уже не просто касается сердца на помнике когда Булатов приезжал он привез двух американцев двух или трех не знаю американцев показать нас зачем ему везти они тут были заранее переоделись в платьях я знаю что они нормально как были а Булатов мне говорит ой какие у вас женщины красивые я говорю это платки красивые ну и правда что скажешь красивые а вот один мальчик говорит мы с вами ехали как-то вместе вот и брат билет передал проводнику а потом через вас ко мне подходить а брат вот так руку назад сделал мне билет передал а я билет подал а вы заметили и потом когда проводник ушел вы сказали вы зачем это делаете ваш брат я говорю воровать будет воровать это он все запомнил так вором я не стал я испугался так и так боялся чтобы вором не стать одно слово тронуло встречаются люди которые мимоходом прошли где-то видели особенно в интернете много прямо совета спрашивают дело такое как бы житейское но ему необходимо я говорю как я ответить могу когда не молился я помолюсь если какой-то ответ будет я отвечу а я не могу так отвечать у меня прозрительности нет я не пророк ответил а так и поступили у нас теперь вот так то есть при чем тут я то есть много-много людей приходит это труд у нас благословит бог ваш труд это ютубе мы каждый день смотрим только помолимся и сказали смотреть на счет 5-6 роликов каждый день как вот собрание пройдет у нас если завтра не выставлю сразу вопрос а где собрание если три дня нету занятия почему занятий нет что-то случилось мы даже не представляем сколько просмотров 4 миллиона 100 тысяч но 4 это миллиона это все-таки не наша аудитория здесь это просмотров 5 тысяч подписчиков уже которые ежедневно получают наши ролики а вы помните Вячеслава Ткачева да еще он мне написал в скайпе работаю не могу на занятиях можно ли еще дополнительные занятия в более позднее время не знаю в 9 часов ты скажи вот когда воскресенье вот в это время дай ему время приходи скажи сюда воскресенье с 11 да он не в Барнауле живет он же не в Барнауле живет а где в Москве Вячеслав Ткачев который по скайпу занимался который там потом занятия Ткачев да а я думал это наш Вячеслав Ткачев нет Ткачев Старпоп у этого фамилии в Москве тоже самое в 9 в Москве было и многие москвичи потому что им в 2 по Москве все на работе а у многих кто там живет им было бы удобнее они просят и Катенька просила чтобы в 9 сделали потому что она не может она до 5 на работе нам-то в 9 полновато Катя Тинникова написала вчера письмо вспоминаю с благодарением Богу в лагере было какое лучшее мое замечательное время где я была вот все в интернете Игнатий Тихонов еще не отвечает это модератор за него отвечает одна жена кажется священник ой вы мне сами ответили ой я поверить не могу а вот эти модераторы они о чем не говорили плохие письма они тебе не отдают они они исключают но правильно зачем правильно то он не знает знаете вот все-таки помни день смерти в этом все и молитва и отношения и то что у тебя есть я положу все пропитание я ни разу не положил все пропитание но я положил а к вечеру у меня уже одно пришло откуда пришло не знаю в холодном сарае теплый компот полная кружка когда все занесено сугробом видно что минимум полдня там никого не было я не хочу думать но понимали у меня мысль что человеку не пройти через крышу доверься Богу и Бог как-то так управит и так управит как ты даже никогда не подумаешь вот на днях у нас было здесь тоже надо было одно дело сделать машина нужна я одному человеку звоню раз два три вечером его нету я говорю потом встречаемся где был да я был там там я тогда перехожу на другой канал вызываю другого тот сразу приехал и мы дело сделали когда сделали и теперь мы видим что если бы тот приехал оно бы могло не так пойти дело это потому что там оказались люди которые не расположены к этому шоферу а этого послали получилось когда говоришь да будет воля твоя даже немножко так как бы заволновался и Володя говорит да где он есть зовут не по стационару нету по мобильному его нету куда он делся еще уехал куда Бог спрятал это все перед Богом вот у нас заболел один человек в Потеряевке были а мы постелили палатку на тележку его положили повезли и написано больных никогда не оставляем а везем на работу его привезли он лежит на солнце его как пропекло он то ли простыл или еще что тут простыл подальше ну вот так ну конечно и первое и второе это про него речь вот так инкогнито все раскусили и вот так нужно радоваться всегда как Бог все устрояет не надо не получилось виноват кто-то а я сегодня мне один пишет там вы будьте аккуратнее сколько раз вам говорить вы почему не слушаетесь этот около вас живет Никита колес это бес бес в нем бес он на вас руку поднимет Александр погиб перечисляет священник там один погиб Балашок писатель сын его родной убил этого около себя держишь событие изменить может только Иван Грозный он сам сына убил вроде как я должен его убить я так понял я сразу взял скинул Никите Никита сразу да вы знаете когда мне так говорят за кого они мне считают я считаю это возвышает меня какой да вы что да как он там что делает все это расписал подробно ну я внимание внимаю спрошу тебе полезно у нас жить или нет а то я тебя благословлю к Сергею примешь его ты молодец всех принимаешь ну он у него побыл в прошлом году сколько три недели что ли и обратно запросился к нам он не сбежал пока Игнать Тихонович живой я хочу с ним пожить конечно все сравнение Виталий Кареников тоже просился полезнее там Игнать Тихонович я так не хотелось вот на все надо смотреть но не так что именно так будет они видят они что-то может быть видят чувствуют благодари Бога и того и другого и третьего скажи я это понял я буду осторожнее ну я до себя вывод уже делаю сразу на еще предложу перейти к Сергею а если не пойдет я выталкиваю то не буду же а он коров пасет сейчас снег какой там не какой там коров сразу коров снег выпал сразу он сейчас помогает матушке там еще то у батюшки а теперь еще должен приехать Игорь до Бунова там план составлять золотых приисков договорились Никита разбирается в интернете пока батюшки нету матушка там надо просто научиться как немножко бы сглаживать и маленько с юмором ну не так что все букву по старой бряще плохо это умею над собой потрудить немножко все послание закончили филиппизм полностью до 2 до 2 тонн добить следующий холосян будет третий тонн следующий раз снести третий тонн видите я взял на себя оброк такой как бы у кого родится ребенок из наших близких я дарю ему новый завет истинного православия для слова божия нет рус посмотреть один раз могут но не открывать запечатать до совершеннолетия этого когда он подрастет неплохо когда у тебя оброк вот я вчера только до этого было они как бы люди это не наши но были близкие к нам я очень богатый вот я прихожу когда книги дать я говорю знаете вы мне помогали да когда помогал там чуть-чуть да действительно немного помогал но помогали помогали я чувствую себя должником я несказанно разбогател да вы что тут какой-то кризис у меня наоборот все у меня кризис другой деньги некуда складывать а какие да в книгах это же деньги стоят деньги ты понимаешь что это я не издал 4 тома стихов 4 тома по 800 страниц каждый том это мне нужно около 2 миллионов чтобы издать тысяч экземпляров бумаги не подойдешь это никогда мне их не издать ну не издать да не издать я даже не волнуюсь это главное вот оно уже издано посмотри я в одной библиотеке давал я уже подарил я же в библиотеке не продавал дарил ну одна директор пришла а у вас нет еще не такое про стара брядцев я вот так со стола беру 11 том вот он про стара брядцев так может быть у вас и про мусульман есть я говорю как это 18 целиком мусульман разбирается сурой аят весь коран интересно как я уже боюсь говорить а может быть и про эреев писали о это серьезно 23 24 вот что-то дальше маленько оказалось 5 ну да 24 я говорю и 25 где он 25 это вот 23 24 3 тома 3600 лет рассмотрю талмуд рассмотрю в сравнении с библией в сравнении с библией вот так это бог я сейчас гляну и мне не верю неужели это я сидел столько печатал печатал и даже невероятно совершенно не невероятно не могу даже поверить это невозможно как будто вот ко мне подошла на занятиях Любовь Николаевна Фатеева поздравляет я так счастлив вы при жизни увидели свои труды книги так издают после смерти издают только бог так сделал ты о чем не спроси противостиктантский надо второй том а мы думаем общим образовать это третий том а с кем как беседовать я не знаю это четвертый том с посмотри какой человек не признает бога не признает библию не признает вещью жизнь и там по пунктам все разбито какое место библии брать библии что говорит библия понимаешь как гляну в ужас прихожу почему доверился богу на себя не взял сказал я магистр богослов какой-то ну я действительно для слов богослов что поднимаешь не зови на молитву детей божьих богослов богослов благослов дитя хорит сену блажен дитя благородицу пресноблаженную и пренепорочную и мать и бога нашего честнейшую херогию и славнейшую без сравнения серафию без Возвестление Бога, Слово Родшую, Сущую Богородицу Тя величаем. Отец наш Небесный, любящий Создатель, мы предстали перед Твоим величием. И во имя Спасителя нашего, Господа и Бога Иисуса Христа просим, услыши, прими наши молитвы и воздыхание. Помоги нам правильно окончить жизнь по Слову Твоему. Ты сам сказал, когда услышите о военных и военных слухах, не страшитесь и не ужасайтесь. Ты даешь покой сердце, и в Тебе мы нашли его. Хвала Тебе. Эти занятия доводят нам на пользу. В чем погрешили, прости. Посети болящих и всех простящих молиться о них. Даруй мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет. И распусти нас с миром. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Отец Небесный, прими нашу молитву воздьяни рук, как жертву вечернюю благоухание, приятное перед престолом благодати Твоей, Господи. Соедини нашу молитву с молитвой всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Всемогущий Создатель, услыши и исполни молитву всех, молящихся о нас во благо нам. И прими нашу молитву о всех, заповедавших нам молиться о них и о врагах. Наставь в разуме. Хвала Тебе, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Господи, слушай и слышит раб Твой. Говори, Владыка. Хвала Тебя, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. С миром Божьим. Спасибо, Христос. Так, ты зайдешь ко мне и отвезешь вместе с диском в маленький мешок.